Привет, дружище! Записываю очередное видео про свой компьютер. Я уже знаю, я вас задолбал этой темой. Честно скажу, меня уже всё это задолбало, и я на самом деле не записывал бы это видео, которое наберёт реально мало просмотров. По сути, у нас получается такой некий видеоподкаст, но, тем не менее, огромнейшее количество ребят мне постоянно писало, пишут со своими советами, со словами поддержки. Вот, ребята объясняли, как, чё, зачем, почему можно проверить, что у меня работает, что не работает, разрывалось личкой ВКонтакте и в Телеграме. Также много было сообщений даже на рекламную почту, и так как я физически, наверное, всем всё это, скажем так, разгребсти не могу, всё это ответить не могу, ребятки, каждому вот рассказать, что же было, как я проверял и что делал, потому записываю данное видео. Для кого эта тема будет интересна, они, в любом случае, я уверен, посмотрят, поддержат лайком, ну и как бы не выключат на середине этот видос. Чё хотелось бы отметить, давайте по моментикам некоторым пройдёмся, которые произошли вчера, то есть YouTube, грубо говоря, заглючил, вчера один стрим я провёл, а второй уже запустить, к сожалению, не мог. Хотел я там пройти битву гильдий, хотел я там попроходить, к примеру, кошмарки, и просто YouTube умер во всём мире. Да, можно было смотреть, да, можно было смотреть уже запущенные стримы, но люди не могли писать сообщения в чаты, ну и как бы новые стримы уже нельзя было запустить. По этой причине я вчера стримил только на Twitch с маленьким онлайном, но была такая, скажем так, ламповая посиделка с ребятами, но с другой стороны, вот это вот всё происшествие у меня напрочь убило настроение. Я считаю, что не особо вчера был интересный и весёлый стрим, но тем не менее, для кого интересно, как прошла моя битва гильдии, я постараюсь сегодня смонтировать видосик и выложить на канал, как, какой тактикой я проходил, что у меня из этого получилось. Далее хотелось бы отметить, что я ленивое чудовище, потому что вроде как уже компьютер у меня пару дней, мог бы вас закидать видосами, но до сих пор этого не сделал. И, наверное, я просто не могу встать на лыжи, не могу настроиться на бомбёжку видосов, да, на съёмку, на монтирование, что-то и для подкаст-канала хотелось бы снять. Есть вещи, которые я уже давно должен был снять, накопилось огромнейшее количество, скажем так, заявок на роллинги, я попытаюсь всё в ближайшее время сделать. Сегодня также будет стрим по кошмаркам, я буду рад, если кто-то из вас придёт, ну а теперь возвращаемся к теме моего многострадального ребятушки компьютера. Повторюсь, я записываю данное видео, потому что я физически не могу ответить всем, кто мне писал свои советы и спрашивал, что же наконец-таки случилось. Да и как бы помимо того, что мне просто люди пишут, ну вот на стримах, да, вчера там, позавчера постоянно задавался вопрос, что с ПК, и чтобы вот просто, блин, все вопросы отсечь. Сейчас вот одно видео. Как вы помните, история началась с того, что у меня просто компьютер, скажем так, не выключался, вот ты его выключаешь, всё равно там подсветка вся горит, думали, что это материнка, оказалось, что это блок питания. Привет Корсайру. Блок питания дорогой, в своё время покупал его за 170 евро, сейчас он стоит 140 евро. Это Corsair RM850i, ну короче, такая блатная коробка в чехле со всей хурмой, и вроде как поменяли блок питания, компьютер заработал без проблем, всё было хорошо, и проработал компьютер где-то, наверное, полтора дня или день. Короче, на каком-то стриме, бац, он начал жёстко перегружаться, перезагружаться, и я реально... Уже появились, короче, другие какие-то непонятные симптомы каких-либо проблем. Отдал чиниться, ребята его чинили-чинили, ну как чинили, у ребят на следующий день в мастерской он включился, мы посчитали, что проблема с какими-то проводами, тройниками, сетью, всё это было мной поменено. Полтора-два дня проработал, потом снова на стриме он выключился, бесконечно перезагружался, и, короче, была задница, 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 ещё раз задница. И теперь я расскажу, в чём же была проблема, ну как мы понимаем, да, как мы понимаем. После того, как у меня выключился стрим, если не ошибаюсь, мы с Женькой Хелнубисом стримили PUBG Mobile, получали люлей от читеров, just for fun играли, вырубился стрим, и на этом мои приключения не остановились. Мы пошли с Женькой Хелнубисом в Discord, с Энди, вот он, любитель починить ноутбуки, там ещё был тоже паренёк, который вроде шаристый. Ну и давай, собственно, ручно, ночью проверять компьютер, залез я под стол, и первым делом, конечно, я подумал, может быть блок питания новый какой-то бракованный. Я купил, скажем так, достаточно слабый блок питания, который был на месте, который можно было взять в тот же день, и как бы побоялся, что не выдаёт этот блок питания 650 ватт. Вот, ну как бы 650 ватт с головой хватает, но проблема заключалась в том, что я посчитал, что так как серия, допустим, дешёвая, возможно, он не выдаёт реальных 650 ватт, может быть, там 400 ватт всё упирается, и происходят траблы при нагрузке с компьютером. Но первым делом снял видеокарту, тем не менее, компьютер всё равно не хотел включаться. Там, знаете, такая проблема, то есть он перезагружается, пытается включиться, через секунд 5-10 сам на кнопку не реагирует, начинает включаться, проходит секунд 5-10, он выключается, потом ещё проходит время, на кнопку ничего не делает, не реагирует, сам ты его не включишь, а он постоянно пытался сам включиться, но при этом вырубался. Ну, первым делом мы сняли вот эту вот видеокарту, ребятушки, ну как бы уменьшить, скажем так, ваттность, подключил я к материнке монитор, никаким образом это не помогло. Также у нас была идея, которая заключалась в том, что так как у меня весь компьютер был, грубо говоря, в жиже от вейпа, возможно, у меня там кнопка залилась в корпусе, какие-то контакты замкнула, и она как бы выдаёт какие-то проблемы, проверили кнопку, подсоединяли всё, толку никакого, одна и та же история. Дальше, так как уже сняли видеокарту, у меня появился доступ к тому, чтобы вытащить батарейку из материнской платы, многие из вас также писали много чего по поводу биоса, мол, он сломался, он загрустил, устал и захотел спать, немножко потораканить. Ну, если учесть тот факт, что я особо компьютер не разгонял, и в принципе у меня биос находится почти в дефолтном состоянии, но даже это проверили, я снял полностью батарейку, как бы ждали-ждали, всунули обратно, ничего не помогло. Причём, конечно, много сообщений было касаемо того, что, возможно, умерла оперативка, и надо там по одной вытаскивать плашки оперативки, как вы видите, у меня их четыре, и пытаться запустить компьютер. Но фишка заключается в том, что если оперативка какая-то умирает, то обычно компьютер включается, быстро проходит тест, да, на, скажем так, детали, да, комплектующие какие-то сломанные вещи, проходит тест и тогда выключается. А у меня что было, ты его включить не можешь, он сам выключался, при этом не успевая включиться, и сам пытался включиться. То есть сам пытается включиться, не успевает включиться, выключается, потом минута проходит, снова пытается включиться, ничего не происходит, короче, полная жопа боль. И всё-таки, как мне кажется, это не проблема оперативки. Ну, уже думаю, ладно, сам я, конечно, не буду его разбирать, снимать, скажем так, этот кулер башенный, потому что тут проблем нет, а то рук-то моих кривых хватит на это. Могу сам и разобрать компьютер и сам собрать, но просто вспоминаю, с каким трудом я этот башенный кулер одевал, вот, сколько там мне рук при этом понадобилось, да, когда вот тебе две руки, а чтобы этот башенный кулер грёбаный одеть тебе надо четыре руки, это, ну, блин, такой хороший мотиватор, чтобы самому не разбирать, а отвезти в мастерскую, чтобы они там это сделали. Ну, и как бы понял, что дело точно не в кнопке, не в биозе, не в нехватке ватности, скажем так, блока питания. Короче, взял и отвез в мастерскую, там, туда, мы решили уже как бы протестить саму материнку, так ты её там запаришься, короче, искать какой там мост загорел и так далее. Мы поступили просто, слава богу, меня когда-то обманул интернет-магазин и прислал не ту материнскую плату, вместо полноразмерной материнской платы, он мне привёз, скажем так, маленькую материнскую плату, супер-супер мини-ITX формат, вот, сейчас на картинке вы этого не увидите, потому что это ещё фотография со старой материнкой, вот, а вот, вот чтобы вы просто могли, вот, вот такая вот, маленький квадратик, да, и как бы всё, реально, я когда на неё смотрел, я предполагал, что вместе с башенным кулером туда видеокарта не встанет, не хватит места, ну да ладно. Попросил пацанов пересобрать компьютер уже на маленькой материнской плате, там единственное, что, мягко говоря, не хватало места для оперативки, вместо четырёх плашек, да, стандартных, там только две вмещаются, то есть у меня уже не 32 гигабайта оперативки, а только 16, и, как бы, ребята пересобрали, и компьютер сразу включился. Ну, там до этого, конечно, потестили, там и другой блок питания вставляли, и одно, и второе, третье, четвёртое, тоже они там что-то шебуршали, но первые изменения произошли только тогда, когда собрали на материнской плате моей запасной, которую я собирался, скажем так, продавать. Вот такая вот ситуация, то есть изначально у меня сгорел блок питания, я не думаю, что вот так вот просто взяла и откинулась моя материнка, Z370 Carbon, MSI, там все дела, я знаю, многие, короче, из вас, в принципе, считают, что это переплата за бренд, что вообще там говно деталей и так далее, но если я отталкиваюсь на свой опыт, вот, то я скажу так, что, в принципе, у меня эти детали хорошо живут, тем более материнка Z370 Carbon, она заряжена на то, чтобы на ней жёстко всё гнали, понимаете, жёстко на ней бы всё гнали, трахали бы её в хвост и гриву, вот так вот она заточена, если посмотрите обзоры на эту материнскую плату, вы поймёте, о чём я говорю, но я на ней ничего толком не разгонял, я когда-то там попытался разогнать то ли оперативку, то ли процессор что-то там, чуть-чуть поковырялся и забил, то есть она у меня работала в штатном режиме, по температурам там никаких перегревов не должно было быть, то есть, ну, знаете, материнка работала, скажем так, в том режиме, не для которого она создавалась, то есть она работала в лайт-режиме, то есть на ней толком ничего разогнанного не было, вот, я бы ещё понимаю, если бы я там постоянно ставил бы оверклокерские какие-то эксперименты и откинулась бы материнская плата, тогда да, пойму, и, короче, вся беда с материнской платой случилась именно после того, когда сдох у меня блок питания, то есть, по сути, когда он начал глючить, подыхать, он с собой забрал и материнскую плату, за что огромнейшее спасибо Корсеру, и я считаю, что это именно так, я не считаю, что она вот просто решила одновременно подохнуть, да, вот, потому что, как бы, других объяснений нет, вот, скажете, что вейп, ну, да, возможно, вейп на что-то тоже повлиял, может быть, он на блок питания повлиял, ещё что-либо, ну, ребятушки, тысячи людей вейпят в закрытом помещении, вот, с компьютерами, и тоже так же редко их там чистят, к примеру, как и я, и ничего, эти компьютеры работают, я даже этой темой интересовался, читал всякие форумы, фигачат компьютеры, и ничего с ними не становится, то есть, всё-таки, я считаю, что если какая-то деталь говно, то она остаётся говном, и неважно, ты там вейпишь, не вейпишь, и всё-таки блок питания, по моему мнению, забрал материнскую плату, теперь у меня получается ситуация такая, я отдал блок питания на гарантию, да, не знаю, мне её подтвердят, не подтвердят, отдадут, не отдадут, сказали месяц ждать, я что-то, как бы, немножко в шоке вот таких сроков, потому что в Латвии, как бы, мы обычно гарантию месяц не ждём, даже разбитый в треск дрон Mavic Pro я ждал две недели, через две недели мне его заменили, когда у меня Mavic Pro разбился не по моей вине из-за глюки электроники, да, то тут, казалось бы, блок питания, и надо сидеть ждать, но я буду долбить на следующие дни, и то есть, из-за этого говна я попал на 100 евро с покупкой временного блока питания, мне откинулась материнская плата, с материнской платой, с гарантией буду разбираться уже завтра, то есть, завтра я, короче, буду смотреть, я смогу её по гарантии сдать, или как-то обменять, или получить кредит на покупку другой материнской платы, то есть, через фирму своих ребят, или мне придётся везти в тот же интернет-магазин, где это всё дело я покупал, то есть, жопа боль за парой, то есть, сейчас у меня компьютер собран на маленькой mini-ITX материнке, эту материнку, понимаете, она с размером в башенный кулер, то есть, в эту материнку под башенным кулером моим даже не увидите, то есть, такое чувство, как будто просто башенный кулер, вот если взглянуть на компьютер, такое чувство, как будто башенный кулер и видеокарта прихерачены к стенке, скажем так, корпуса, ну и просто там провода торчат, но это реально очень потешно выглядит, да, когда здоровый у тебя корпус, у тебя здоровая видеокарта, у тебя здоровый башенный кулер, и самая маленькая на свете материнская плата, то есть, это очень весело. Вот сейчас буду ждать ответа от этих гарантий, что делать дальше я не знаю, сука, потому что надо всё-таки ковырять компьютер и доводить его до ума, а также у меня теперь белочка, у меня теперь мания преследования, боюсь, что у меня и какие-то остальные детали пойдут вслед за материнской платой, потому что если каким-то образом блок питания шуганул материнскую плату, то он мог и шугануть видеокарту, а если видеокарта сломается, то это реальная жопа боль, ребятки, я реально задумался о том, чтобы начать копить на другую, вот, видеокарту, а эту потом, не знаю, продать как-то, вот, у меня-то, знаете, ладно, ещё материнская плата и так далее, на видеокарту у меня гарантии нету, потому что она покупалась в дефицитное время, когда там майнеры сходили с ума, и мне эту видеокарту прислал друг из Германии, он сам её там покупал, и просто сама по себе немецкая гарантия год, вот, так мало того, что она ещё и из Германии, да, так и гарантия уже прошла, и я сейчас реально за эту хурму всё переживаю. Что могу сказать, Corsair говно, MSI мне как нравилось, так и нравится, я, конечно, не фанат этой фирмы, но вот в плане компьютеров, комплектующих, у меня чаще всего был MSI, и, в принципе, я доволен, вот, или я просто не хочу верить, или я не хочу верить в то, что они чем-то плохие и так далее, но, как бы, первое-то сдохло у нас блок питания, и за блоком питания уже пошла материнка, то есть, ну, такое себе, вот. Теперь остаётся надежда на видеокарту, потому что вот с ней я боюсь реально обосраться, мне уже тут советуют, типа, раз такая хурма пошла, раз всё по кругу начало ломаться, быстрее скидывай компьютер, пока он работает, и добавляй денег, собирай себе новый, но это, во-первых, очень жёстко по финансам, вот, и, во-вторых, это жёстко по времени, и, короче, всё, ребятушки, всё, ребятушки, очень-очень-очень жёстко. Вот такие вот дела, по поводу Корсайра, по нему мы пройдёмся чуть позже, когда я дождусь ответа от гарантии, то есть, потому что блок питания, как я понял, будет отправляться самому Корсайру, и если они мне, суки, не заменят его, то я уже, в принципе, придумал название для видео. Очень жалею, конечно, что у меня мало просмотров, так бы я бы написал, наверное, в МСА, поныл бы им, сказал, бля, ребята, сука, ваши детали в описании и под каждым моим видео, бля, пришлите мне видеокарту и материнку, пожалуйста, вот, пожалуйста, но нет, я со своими просмотрами нахер никому не нужен, даже несмотря на то, что, как я понимаю, МСА хорошо, скажем так, сотрудничает с блогерами, по крайней мере, она предоставляет свои детали только так, лишь бы ты там из этих деталей компьютер на Ютубе собрал, ещё что-либо сделал и так далее. Ну, короче, красавчики, вот, а нам надо каким-то образом просмотры поднимать, чтобы приходилось не самому копить на всё это дело, да, и с вас донаты собирать, а чтобы вот ребятушки прислали, вот тебе там видеокарточка, расскажи пацанам, как она работает, все дела, и тогда уже было бы не страшно там всё это впух и прах гнать и, короче, тестить. Ладно, вот такие вот дела, вот, постараюсь сегодня опубликовать видос по поводу битвы гильзи вчерашней, и сегодня ещё будет стрим касаемо кошмарок. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok